Добрый день, уважаемые коллеги! Хочу выразить свою благодарность за возможность участия в форуме «Белые ночи» и представить доклад «Карты клеточной терапии» в лечении галинейного острова лимфобластного лейкоза. Настоящие и перспективы. В 2018 году мы начали проведение проспективного моноцентрового исследования для оценки эффективности и безопасности применения СД-19 специфичных карт и лимфоцитов. Для производства карты клеток в нашем центре мы используем лентивирусный агент, который нам предоставляет компания Мельтаньи совместно с компанией Минтиген. В качестве стартового материала мы используем алтологичный нестимулированный аферез. В качестве костимулирующего домена в конструкте используется последовательность 4-1-BB. Далее происходит экспансия модифицированных Т-клеток под воздействием среды с интерлекином-7 и 15 в автоматизированном закрытом биореакторе Клинимакс-Продиджи. В первой части исследования 30 пациентов с острым лифобластным лейкозом из Б клеток предшественников получили карты клетки в дозоэскалирующем режиме. Цикл продукции продолжался 12 дней. Лимфодиплютирующая терапия в составе циклофосфана и флюдорабина проводилась с минус 5-х суток. За час до инфузии карты клеток мы вводили тоцелезумак в качестве потенциальной профилактики синдрома выборса цитокина. 27 пациентов были доступны для оценки на 28-е сутки от терапии. 24 из них находились в полной ремиссии. Рецидив после ответа на терапию развился у 18 пациентов, а медиана до развития рецидива составила 180 дней. Синдром выброса цитокинов и нейротоксичность развились у 19 пациентов. Трое пациентов умерло до 28 дня после раздевшейся токсичности и септических эпизодов. Несмотря на профилактическое введение тоцелезумаба, нам не удалось избежать развития тяжелого синдрома выброса цитокинов и нейротоксичности. Промежуточный анализ показал, что тяжелая токсичность ассоциирована с высокой опухолевой нагрузкой на момент включения пациента в исследование. Эти данные коррелируют с данными других исследователей. После этого мы решили модифицировать схему терапии пациенты с низкой опухолевой нагрузкой, менее 15% властных клеток в костном мозге, получали терапию по прежней схеме. Доза клеток была фиксирована 1 миллион на килограмм массы тела. Схема же терапии для пациентов с высокой опухолевой нагрузкой была изменена. Данные пациенты получали эскалированную лимфодеплютирующую терапию с включением цитозара, випезида и дексаметазона. Была сокращена доза первого введения до 100 тысяч на килограмм. Второе введение клеток рассматривалось в промежуток между 7 и 14 днём при условии отсутствия токсичности выше второй степени и редукции властуза в костном мозге на седьмые сутки от первого введения клеток. При анализе двух когорт у пациентов с низкой лейкемической нагрузкой не было случаев тяжелой токсичности. Среди пациентов с высокой опухолевой нагрузкой у одного пациента развился синдром выброса цитокина в четвертой степени. Это был пациент из первой когорты. В когорте 2 4 пациента развили синдром выброса цитокина в третьей степени. Но не было ни одного случая жизнеугрожающего синдрома выброса цитокина. Нейротоксичность. В когорте 1 развили 13 пациентов. Четверо из них токсичность в третьей и высшей степени. Два пациента погибло от фатального отека мозга. Один из них имел сопутствующий энцефалит с определением в переваскулярных пространствах головного мозга клепсиэлопнемония. Во второй когорте среди пациентов с высокой опухолевой нагрузкой не было случаев жизнеугрожающей нейротоксичности. И один пациент с низкой опухолевой нагрузкой раздел нейротоксичности в пятой степени с отеком мозга. Четверо пациентов получили вторую дозу карты клеток. После чего у одного пациента развился синдром выброса цитокина в третьей степени и нейротоксичность в первой степени. Четверо пациентов не получили второе введение вследствие токсичности второй-третьей степени. И шесть пациентов из-за отсутствия редукции бластоза на седьмые сутки. Таким образом, 10 пациентов получили минимальную дозу 100 000 картоклеток на килограмм, и все они достигли ремиссии на 28-е сутки. Несмотря на успех достижения ремиссии, актуальна остается проблема рецидивов после картоклеточной терапии. С ними сталкивается около 50% пациентов, в том числе и пациенты, которым уже была проведена аллогенная трансплантация костного мозга в ремиссии после картоклеточной терапии. Особые беспокойства вызывают ранние рецидивы после аллогенной ТГСК, когда возможности проведения аутофереза у пациента зачастую ограничены. Логичным решением является рассмотреть картоклеточную терапию аллогенными донорскими клетками, которые могут иметь свои преимущества в определенных клинических ситуациях, но также несут в себе риски, основным из которых является риск развития реакции трансплантат против хозяев. Я бы хотела представить два случая применения аллогенных картоклеток. Первый случай — это мальчик 15 лет с былимфобластной лимфомой с поражением ЦНС левого яичка. Пациент получал терапию по протоколу Евро-ЛБ-02 и кораниальное облучение 18-грей. После чего у него случился первый рецидив с поражением центральной нервной системы и лимфатических узлов. Пациент получал противорецидивные блоки и введение глинотумумаба с аутолимфоцитами, после чего вышел в ремиссию. Однако в ликваре у него сохранялась персистенция минимальной остаточной болезни методом проточной цитометрии. На тот момент у нас не было технической возможности провести пациенту тотальное облучение тела, поэтому было проведено краниальное облучение 18-грей и аллогенная трансплантация от полностью совместимого сиблинга. Пациент вышел в ремиссию, однако на сроке 60-е сутки после ТГСК у него вновь появилась персистенция властной популяции в ликваре методом проточной цитометрии. Были попытки провести клеточную терапию донорскими клетками памяти, интервентрикулярные введения, и всё это не принесло эффекта. В ликваре у него уже развился тотальный бластоз. После чего мы приняли решение выполнить донору аферез. Пациент получил сокращенную лимфодеплитирующую терапию, так как он находился на ранних сроках пострансплантации. И в день 0 мы перелили ему 100 000 на килограмм аллогенных среди 19 специфичных карт и лимфоцитов, также с профилактическим введением тот-слезумаба. На 10-е сутки у пациента развился синдром выброса цитокинов и нейротоксичность в первой степени, но они были успешно купированы. И на данных изображениях можно увидеть изображение с микроскопа и с проточного цитометра, где мы видим, что на 7-е сутки у пациента в ликваре тотальный бластоз и отсутствия персистенции карте. На 11-е сутки мы уже видим, что там появляются карты-лимфоциты в небольшом количестве и сохраняются бластные клетки. И на 14-е сутки полностью редукция бластных клеток в ликваре и хорошая персистенция карты-лимфоцитов в 55%. Пациент находится на сроке плюс 1 год от терапии и в крови у него сохраняется персистенция минимальная карты-лимфоцитов. Персистенция карты-лимфоцитов в ликваре завершена у него была на сроке 6 месяцев после терапии. После этого карты в ликваре уже отсутствовали. И второй клинический случай – это мальчик 15 лет СБ-лимфоблазм-рикозом. Он лечился начиная с 2012 года. После второго рецидива он получал высокодозные блоки химиотерапии, после чего вышел в МРД позитивную ремиссию и получал инфузию блинатумаба, после чего сократил минимальную остаточную болезнь и была выполнена трансплантация костного мозга от идентичного донора с тотальным облучением тела 12-грей, после чего пациент вышел в полную ремиссию и длительно в ней находился до развития третьего позднего изолированного костно-мозгового рецидива. Была также принята попытка вывести его в ремиссию с помощью блинатумаба, но минимальная остаточная болезнь лишь растала, после чего пациент получил инфузию аутологичных с 19 специфичных карток клеток и на поздних сроках один год 10 месяцев после карты терапии у пациента развился четвертый изолированный костно-мозговой рецидив, уже развернутый, с тотальным бластозом, и пациент не отвечал на сдерживающую терапию, после чего мы приняли решение провести ему кондиционирование вне ремиссии с заготовкой аллогенных карток клеток от альтернативного каплоидентичного донора. И вместе с трансплантатом в день 0 была выполнена инфузия аллогенных карт Т в дозе 50 тысяч на килограмм. На 11-е сутки мы выполнили костно-мозговую пункцию, где увидели, что бластоз был редуцирован, но минимальная остаточная болезнь не сохранялась. Никаких признаков токсичности у пациента на тот момент не было, и мы перелили вторую дозу аллогенных карток клеток 100 тысяч на килограмм. Было успешно достигнуто приживление трансплантата. На 14-е сутки пациенты развились признаки острого РТПХ с поражением желудочно-кишечного тракта, но они были также успешно купированы. И на 28-й день он находился уже в полной молекулярной ремиссии. На сроке 360 дней после терапии пациент также находится в ремиссии, у него также сохраняется минимальная персистенция карты клеток в крови. В заключение я бы хотела сказать, что локальное производство карты лимфоцитов обеспечивает надежный доступ к терапии нуждающимся в ней пациентам. Рискодаптированная стратегия позволяет поддерживать высокий уровень достижения ремиссии среди всех пациентов и снизить риск тяжелой токсичности у пациентов с инициально высокой опухолевой нагрузкой. Единичное введение свежих среди 19 карты лимфоцитов в дозе 100 тысяч на килограмм обеспечивает МОП негативную ремиссию у пациентов с высокой опухолевой нагрузкой. И по-прежнему место клеточной иммунотерапии для пациентов с рефрактерными ойла из-б клеток предшественников остается не до конца изучено и требует дальнейших исследований. Я бы хотела поблагодарить всю большую мультидисциплинарную команду, которая принимает участие в лечении наших пациентов на карты клеточной терапии и поблагодарить вас за внимание. Спасибо. Спасибо.